Черви за авторством Максим Кабир. Впервые я услышал об Эрлихе в конце 50-х, когда был еще студентом Горьковского института. История легендарная. Настоящий детектив с погонями и сокровищем в виде целого ящика инкунабул и летописи из библиотеки Ивана Брузнова. За десять последующих лет фамилия Немца, как прозвали его мои коллеги, всплывала редко, но всякий раз волочила за собой из океана слухов Невод, полные богатствами, от которых у всякого библиофила начиналось обильное слюное течение. В год, когда каждый читающий человек охотился за свежеизданным романом Булгакова, я обрадил по улице, имея при себе пять экземпляров мастера, кое-что из сам издата и билет на поезд Москва-Ленинград. Миша какими судьбами приветствовал меня старый товарищ, выплывший покурить из буфета. Узнав, что я еду в северную столицу, он поинтересовался, не буду ли я так любезен передать кое-какие книги товарищу Эрлиху. Я немедленно согласился и немедленно же получил на руки герметический трактат «Секретум Спеколо», написанный в шестнадцатом веке монахам-доминиканцам Лавкадио Ди Фольци и масонское мракобесие заоблачной цены, переведенное с латыни и напечатанное в России приближенным Екатерины Великой. Иные собратья мои вороны-антиквариата готовы глотки грызть за заветную книжицу, но я всегда считал, что вещь, которая тебе действительно необходима, рано или поздно, сама прыгнет в твои руки. То же самое касается важных встреч. А встреча с Вадимом Эрлихом была важной, я, впрочем, не подозревал насколько. Он чудаковат, предупредил меня, приятель. Постарайся ничему не удивляться. Но немец такие задачи у меня с порога фразой. Вы толстый, это замечательно. Предварило комментарий довольно пристальное изучение моей персоны желтыми колючими глазами. Надо заметить, что я нисколько не толстый, отнюдь не полный и вовсе не упитанный. И мама моя, наведываясь из нижнего, воздыхает и ухает, вызывает грабли и требует меньше возиться с макулатурой, следить с собой и вообще жениться. Но на фоне Эрлиха скелета, драпированного желтоватым пирогаментом кожи, я смотрелся весьма круглым. Не припомню, чтобы видел человека с таким количеством углов. И нос у него был о трех углах. И замечательнейший кадык резал ворот желтый, снова такие рубахи и колени и локти в невообразимом числе выпирали из-под одежды. Я смиренно согласился, уважая право старика быть сумасшедшим и отрекомендовался. Толстый это хорошо, сказал Эрлих. Толстые не так заметны, худого проще найти. И оставив меня переживывать эту непростую для переживания мысль, он скрылся в глубине квартиры. Я поспешил за ним, прикусывая язык, чтобы не улыбаться. Коммунальный коридор был заставлен шкафами и цветочными горшками. Один пыльный гардероб, один мясистый цветок, одна дверь и снова в том же порядке. Мой проводник оглядывался птичьим профилем и поскрипывал. Щелкал, хрустел суставами. За дверями справа и слева щелкало, хрустело и поскрипывало. Точно там заперлись с десяток Эрлихов на квадратный метр. Я начал думать о запахе, вернее, в отсутствии каких бы то ни было запахов, обычных для коммунальных кухонь, с шкварками и жареной картошкой. Но мысль улетучила из головы, как только я ощутился в полутемной комнате с книжными полками, книжными колоннами и книжными сталагомитами. Цепкий мой взгляд перебирал корешки, узнавая издание, но чаще не узнавая. Итак, Эрлих сел за письменный стол, издав звук, с каким перетряхивают кости в мешке. Ах да, я вручил ему посылку, и он принялся деловито листать сухие страницы, порой из шелестя гулами отрывисто. Замечательно, жаворонки, на крови, замечательно. Мне было неловко вертеть головой или без приглашения бродить по кабинету. Я стала рассматривать те книги, что лежали на столе. Гокль, Грин, Хлебников. Вы позволите? Он кивнул погруженный в алхимический трактат. Я взял тощую на 40 страниц книжицу Хлебникова. Она лизнула мои пальцы грубой бумагой и с шелковым языком ля-ссе. 1912 год, прочитал я на титульном листе. Издательство указано не было, зато был город Волкоград. Я усмехнулся. Опечатка? Скорее, что-то избудет Лянского новояза. И вряд ли спорник имеет отношение к царицам. Кулон цифры отсутствует, стихи не разбиты названиями или звездочками. Поэма, что ли? Любите поэзию? Желтые глаза Эрлиха когтистов ощупывали меня. Нет, честно признался я. Но знаю, кого бы книга заинтересовала. Вы продаете ее? Не продаю. Я дарю ее вам. За крошечное одолжение. Он скачал из звука ломающихся веток, когда вы продираетесь сквозь бурелом. А растворился в полумраке и заново собрался из костей и шершавой своей кожи. Есенинский сборник, который он мне протянул, был скучным для нашего брата посмертным и ничего не стоил. Передайте это моему знакомому в Москве. Он продиктовал адрес. Завтра же передам. Да, и еще. Хлебникова у себя долго не держите. Перепродайте в течение недели. И пусть покупатель в течение недели перепродаст. Я открыл боролой рот, но старик уже похрустывал к дверям провожать гостя. И заходите в любое время. Приятно встретить такого толстого, знающего человека. Потом было рукопожатие и коридор. И за дверями между каждым цветком и каждым шкафом невидимые соседи Эрлиха трещали хворостом. Есенина я вез на окраина Первопрестольной, где, пожалуй, и не бывал прежде. Да революционный дом с лепниной в виде горгулей и амуров. Эхо шагов и мысли о бородатых типах, что навязчиво шли за мной от станции метро. Дверь отворил невысокого роста мужичок, а может и паренек. Он то старел, то молодел на десяток лет, пока раскачивалась низкая лампочка над его курчавовыми золотыми волосами. Темнота скользила по одутловатому серому лицу, как прибой по камням, оставляя в углублении глаз свою черную водицу. «Чего?» – хрипло спросил мужичок. «Я его где-то видел», – подумалось. За спиной золотоволосого смеялись пьяные голоса. «Я от Вадима Генриховича!» – он молча ждал. «Сереж, ну где ты?» – крикнул грудной женский голос. Ощущая смутное беспокойство, даже неприязнь, я сунул руку в сумку и достал в есенинский сборник. Сморщенные глазные яблоки золотоволосого безжизненного желтели под тяжелыми веками, но пальцы проворно схватили книгу. Не стриженные ногти царапнули, как птал. На миг мне показалось, что книга в лапах грубия, но совсем не та, что вручил мне Эрлих. Не та, что я вез из Ленинграда. Опухшая, мокрая, со страницами, вылезшими будто язык из-за рта висельника. Дверь захлопнулась, не спасибо и не до свидания, и я засеменил прочь и выдохнул облегченно лишь в вагоне метро. Думал Хребникова почитать, отвлечься, но там все про оборотней было. Там поэма читалась слева направо про святого старца, а справа налево про волку, которым он на самом деле являлся. На следующий день, прогуливаясь по Арбату, я встретил Демиурга. Его знал всякий библиофил, как человека чуть вредного, но полезного, у которого всегда есть чем поживиться. Демиург энное десятилетие кряду притворялся невзрачным московским старичком из тех, что почаса выбирают арбузы, мнутых и так и эдак торгуются и ничего не покупают. Но на самом деле он был другом Маяковского, адом, последним футуристом и вообще последним поэтом Серебряного века, автором самой странной и волшебной строки русской литературы. Я обрадовался встрече и стал незамедлительно хвастаться. «Оцените, Алексей Елисеевич, что я отрыл». Демиург высомаркался в платок, поплевал на пальцы и деловито взялся за книгу. «Хлебников», — прочитал он едва ли не по слогам, будто это не они с Хлебниковым стояли, у истоков прекрасного русского безумия под названием «Будет лянство». Полистал томик, вчитался лицо его из мелких хитрых, неуловимых деталей, побледнело. Слистнул к финалу и посмотрел на меня так, будто я умер. Сгнил и пришел на арбат по старой памяти. И червя в моей голове, книжный червя, червивый мозг. «Уберите это», — сказал Демиург, — «порезгли вытычь в меня книгой своего товарища и сожгите, как в Велимарцжек». И вновь, уже в который раз, за последние три дня рот мой распахнулся удивленным о пустоту. Последний футурист ушел и оболочку московского старичка не забыл. А книгу я обменял на редкого Уитмина и облегченно вздохнул, потому что мне стали сниться мертвецы и мерещатся бородатые мужики с глазами убийц. «Вы похудели», — сказал Эрлих, — «впуская меня в хрустящую и потрескивающую прихожую. Две недели не прошло, а я снова у него в гостях, причем по его же звонку. Вы, говорят, в Ленинград не собираетесь, хочу вам Достоевского показать». А я Достоевского люблю, и не только как букинист, но и как алчный читатель и несостоявшийся литератор. Собрался быстро. Шел по коридору за трескучем, как новая колода карт или высоковольтные провода. Стариком и в предвкушении потирал руки. У комнаты Эрлиха оглянулся, в конце коридорной кишки прошло что-то длинное с телом складного ножа. «Не отвлекайтесь», — посоветовал немец, втащил в кабинет и постоял с минуту, высовывая за дверь череп, промочая неразборчиво. Так обругиваю хозяева, нашкодившую животину. Потом щелкнул за совом и смерил меня с желтыми глазами. Там, на столе я застыл, рассматривая книгу. Лицо мое должно быть было с кислинкой, как у рыбака, что удил чудо-рыбу, а вытащил карасика. Полное собрание сочинений ФМ Достоевского, четвертый том, издание «Стелдов СКАГО», СПБ, 1870 год. Печать в два столбца, 225 страниц. Ради этого я трясся в поезде. Я глядел на книгу, и все мне было знакомо до унылого наизусть. И надпись, вновь просмотренная и дополненная самим автором. И буква «ФИТА» вне ЦАЛГО Достоевского и Стиловского, похожие на «О», с внутренней горизонтальной черточкой. И круглавый, и двуглавый «Орел» тоже. Я спохватился насчет додатственных надписей. Через мои руки проходили автографы Федора Михайловича. Но чудо-рыбы действительно чистое издание не стало. Нет, размышлял я. Я-то, конечно, куплю четвертый том у Эрлиха, но тому, кому я его перепродам, не буду шептать в трубку. Загадочно. Хочешь, покажу тебе Достоевского. Я изобразил приличествующий момент интерес, сыграл на троечку. «Вы ее читали?» Спросил старший коллега. «Кого измелся я?» «Преступление и наказание?» «Но это не преступление и наказание», — сказал Ласково. «Ну, конечно», — фыркнул я и про себя. «Я толстяк, это не преступление и наказание. Земля плоская. Я из вежливости, все из вежливости взглянул на титульный лист, прочитал название романа, и пол сдвинулся подо мной. Но это невозможно», — промалывил я, подавляя желание щипать собственное предплечье с вставшими дыбом волосками. Я прекрасно помню письмо, написанное Теодоре Достоевске из Дрездена адвокату Губину. Там речь шла о варварском контракте, который автор заключил с нечестным издательством Стыловским о долговой яме и тысяче рублей, обещанных русским вестником, и о четвертом томе полного собрания, о томе, в который вошло преступление и наказание, но никак не роман под названием «Дьявол». «У Достоевского нет такого произведения», — воскликнул я, вертя книгу, убеждаясь, что и страницы в ней положенных 225, и выходные данные совпадают с моими прежними представлениями о мире. «Есть барьера в Эрлих, покачиваясь как горельник на промозглом ветру, весьма праведческий роман, и в каком же, позвольте, году оно было написано?» «По смерти». Я моргал, топтался и хотел одного — выбежать на свежий воздух с заветным экземпляром дьявола под мышкой. Отрывочно помню, что немец попросил за четвертый том 200 рублей. Помню, как расплачивался, роняя купюры, и как мы шли по коридору, а за бесчисленными дверями клокотало и царапалось. У выхода он склонился надо мной. Там, где гнутся над омотом лозы, вспомнил я из Алеши Толстого. «Книгу перепродайте в течение трех дней, и пусть тот тоже перепродаст. Ага», — сказала я, — «Ага». Меня подбывало желание поскорее открыть невиданную книжку, и он изобраться в отчрево чудо-кита. Но в поезде я не решился. Слишком подозрительные соседи по купе мне попались ногтями вместо век. «Москва встретила сизым туманом. Когда я проходил мимо надземного теплопровода, на него уселась колония воронов, таких крупных, что железобетонные опоры завибрировали. Птицы щелкали клевыми, когти терзали оклеечную изоляцию, глубоко покружаясь в битум, и глазки их были смоляными каплями. Я заперся в квартире, налил водки, бутылка стояла с майских праздников. Пью я вяло, влил в себя стакан и поднялся читать. Праведческие, не то слово, я узнал перо Достоевского, никто бы так не написал. Сомнения испарились к десятой странице, и пустяк, что роман повествовал о нацистском концлагере, и главным героем был постепенно сходящий с ума гестаповский офицер. Вечером мне позвонил коллега. Куда, мол, пропал, три дня назад обещал, ведь письма Чуковского из Венеграда привезти. Спросил, знали ли я, что Терехина машина насмерть сбила. Я едва вспомнил, Терехина-то, который на авангарде специализируется, специализируется я ему какого-то на Уитмена сменял вчера, Бурлюка-северянина. Оберштурмфюрер Клаус Редлих уснул, и ему снились тела, падающие мертвыми осенними листьями, душегубка, забитая детьми, и газ, скопившийся в клетчатке шеи и глоточного пальца, выталкивая это изо рта язык, щелкает, хрустят суставы, клювы, когти. Я проснулся среди ночи взумыленный. Щелка не вытянулась за мной из сна и находилась здесь, в комнате. Дружащей рукой я нащупал выключатель. Они доедали мою недочитанную книгу. Единственный экземпляр дьявола, моего безумного Редлиха, доедали они. Вертки длинные, покрытые снежной шерсткой, сминали лапками страницы и жрали их. Я закричал, а они, некая помесь, горностаев и гусениц исчезли, сметенные криком, но вернуть четвертый том я уже не мог. Утирая слезы жалкими ошметками пожеванных страниц, я вышел в ночь. «Вы истончились, с сожалением», — сказал Эрлих. Я схватил его за грудки. «Что происходит?» Он оттолкнул меня мизинцем, и я едва устоял на ногах. «Я предупреждал вас с прежней любезностью», — произнес немец. «Книги должны двигаться. Вам повезло, что первыми вас нашли буганисты из неагрессивных. Поверьте, с иными нашими коллегами лучше не встречаться никогда». Он пошел по коридору, трещая осиным гнездом. В соседних комнатах слух читали книги. Я заткнул уши. В кабинете он потормошил меня. Я отнял ладонь от головы. Пор голосов затих. Я смотрел на голые и сцарапанные стены, мягкий, будто разваренный кирпич. В некоторых местах здание выболевало кладку, как тыквенную кашу. «Куда девалась ваша библиотека?» «Я съезжаю», — сказала Эрлик спокойно. «Обостоятельства требуют». «Кто вы?» «Человек, который продать душу...» «Человек, готовый продать душу за хорошую книжку». «А вы?» Он хлопнул меня по спине и рассмеялся. «Так смеялись вы садовые ножницы в оранжере и кровоточащих бутонов». «На столе я оставил для вас подарок», — сказал он, надевая фетровую шляпу. «Я с ужасом покосился на объемный фолиант в металлическом окладе. Последнюю книгу в кабинете. Я не возьму это. И правильно сделайте». Он поклонился и распахнул дверь. В коридоре ветер переворачивал цветочные горшки. «Продайте ее в течение трех часов, и пусть тот...» Голос его потонул в вой ветра. Но, когда дверь закрылась, оставляя меня одного в пустом кабинете, сомкнулась и воющая пасть. На непослушных ногах я подошел к столу, слишком худой, слишком заметный. Книга была шикарной. Инфолио, нарисованный от руки атлас-карт и планов русских городов в XVI веке. Я устроился на стуле, замиранием сердца, дотронулся до бумаги. Я знал, что таких городов нет в России ни в XVI веке, ни в любом нам вскидку. Но палец мой скользнул по гротескно изогнутым улицам и колоссальным сооружениям. И когда я дошел до Москвы, не той Москвы, где я жил когда-то, а «Спаси нас Господь» совсем другой, я спросил тихо сквозь кровящиеся уже зубы, который час, как давно я здесь. И мне также тихо ответили из-за спины.